всем здравствуйте любителям выпить чего-то новенького вкусненького и крепкого достаточно сегодня у нас вот такой вот бурбончик wild turkey как вы знаете люблю я бурбоны это моя можно сказать слабость причем последнее время как я уже смотрели какая этикеточка но такая же как на предыдущем wild turkey рай ржаном вот и что немаловажно на этих бурбонах в отличие от джим бима там или еще какого то понятно что он подороже но тем не менее у него пробочка идет пробочка очень красивая во-первых настоящее пробковое дерево вторых тут нарисована собственно индюшка да вот такая серая пробочка давайте сегодня будем пить вот с такого стаканчика я считаю оптимально подходящего нальем чуть-чуть бурбончик давно не брал я бурбоны в турке собственно у нас было на канале уже по моему если не ошибаюсь два видео этой прелестной торговой марки но я не буду озвучивать историю их не вы можете посмотреть там рассказывал напомню только что был у нас шедевральный как мне показался wild turkey rare breed по-моему назывался редкая порода переводе в 12-летний хотя многие мне там говорили там состав спиртов ну да в принципе по большому счету если было 12 лет я думаю они написали но он достаточно самый выдержанный по крайней мере на многих сайтах написано что он 12-летний был и там было очень большой процент алкоголя 59 по моему что 58 с лишним тут у нас тоже это один из вариантов ну это будет скажем так это будет последний из 2 по крайней мере я предполагаю что не будут каких-то новых интересных релизов последний из таких вот бурбончиков и алтурки будем дальше переходить на буллиты нам мак макерс марки как там называется забыл и остальные будем тестировать так как ржаной мы попробовали были вот этот самый крепкий самый по моему мнению самый лучший попробовали и сегодня попробуем такой есть еще 81 то есть wild turkey называется 81 этот 101 что такое стоит 101 это измерение алкоголя в америке пруф и да то есть один пруф и равен вот тут у нас ниже написано это 50 с половиной процентов алкоголя достаточно крепкая вещь но 81 по моему это стандартные там 40 что-то такое может чуть больше а так вот такие замечательные такой замечательный бурбончик мы будем про впервые слышал отзывы только приятно о нем все говорят отличный кому-то он кажется очень пряным ну сегодня мы это все определим так ли это или нет выдерживается как написано во многих источниках этот бурбончик в бочках из американского дуба обожженных и выдержка составляет около восьми лет по закону у них по моему он имеет право держится менее четырех если я не ошибаюсь вот ну естественно что такое бурбон да если кто не знает это зерновой зерновой дистиллят который имеет не менее 51 процента кукурузы по крайней мере для америки имеют право называться такого такой бурбоном у нас тут и написано 51 процент кукурузы тараля ля тараля отличная вещь обожаю не знаю у них настолько концентрировано вот это все и возведено в абсолют вот эти все вкусовые и ароматика все этого напитка просто сногсшибательно виски и далеко точно понятно что тут немного такая скудника я картина по аромату и по запаху в плане того что все-таки виски хорошие там более бывает интересные варианты тут плюс-минус однообразная все но но это но это блин если это карамель то это карамель если это дубовая бочка это дубовая бочка это настолько насыщенно но в общем сейчас вы все поймете я его первый раз пробую правда сейчас я его расхвалю ему что мне понравится ну вроде бы должен как быть неплохой но и в конце мы сравним его да да осталось у меня вот эта бутылочка вот такая вот чуть-чуть уже наверное блин почти полгода нами стоит и вот осталось вот такое не совсем уместно но тоже вайл турки у меня ржаной еще остался поэтому в конце сравним что из них лучше да как вы лучше купить по цене цена его было по скидке долларов 20 на так вот средняя цена 25 за 07 интересно кстати да что тут 07 ай тут 07 только рэбрит тут 0750 вот это бутылочка но она вообще шикарная необычная тут конечно дизайн в общем если хотите обзор посмотреть на нее либо на ржаной переходите на канале он есть сегодня мы будем обозревать именно вот эту бутылочку крепкую мощную почему я хотел взять потому что ну обычный бомбон 40 градусный понятное дело как это будет эффект а вот мощный сильно 60 градусный он конечно обжигает а это нечто среднее то есть попробуем насколько она будет хорошо или нет смотрим тело тело понятное дело тело понятное дело как вы понимаете маслянистая плотная для бурбонов это не вновь ну да да плотная такое маслянистая потому что все бурбоны вот к последний раз которые делали heaven hill и вот собственно говоря ржаной они все имеют такое вот интересный и цвет тоже кстати заметили да он потемнее чем виски обычная то есть он больше ближе мне кажется коньячному и но такой медный что ли золотистый на темно золотистый да интересный цвет давайте что у нас в ароматике да это вот эта вот тема и ничем не перед не перепутаешь бурбонку если мне дать два стакана да хотя нет в room все-таки можно недавно делал обзор на что же я делал обзор на какой-то виски вот на солодовый по-моему глин ливит дали ливит у насовский ну блин вот реально бурбоном отдавала конечно не так как это очень что мы имеем запахи все стандартно но это настолько выражено и отчетливо что это приятно во-первых спиртозность я не чувствую до с такого бокала до налил я немного как раз драмчик наверное налил но тем не менее 50 с половиной градусов не ощущаются совершенно что касаемо легкая легкая где-то вдали там такая спиртинка можно сказать проскакивать что касается аромата то это карамель то это ирис какой-то то это ваниль кстати он не крашен и какой понимаете бурбончики они никогда не красит может какие-то краситься но вот это натуральный цвет карамели тут нету вот это какие-то немножко дубильные там на все-таки 8 лет хоть и небольшой срок но тем не менее бочка свое отдает что-то дымок как он не дымок даже от его часто путают они друг это табак вот чем еще меня берут мне нравится бурбон особенно вот в этом крепком был такое ощущение очень отчетливая табака как будто вот сигару только что выкурил обалденно это больше все будет на вкусе давайте же попробуем сей чудесный напиток да а вот тут чувствуется тут чувствуется эти 50 с половиной процентов ребята сразу скажу они прям это первое в принципе что что ощущается достаточно крепок крепок тем более сделал не маленький глоток признаюсь честно не ожидал вот то бишь что мы имеем вот тут больше проявляется уже такие более не то что мужские но более грубые до вкусовые решения этого бурбона нежели нежели запах то есть это табак это дуб такой с просмаленный внутри вот эта крепость дает ну на заднем плане опять же это ваниль это ирис это может быть какие-то цитрусы даже и пряность пряность специи кто-то говорил слишком пряный да я не сказал что он слишком пряно ребят мне по моему иван хилл и вот такой же только ржаной он более пряный был вот я не могу немножко понять что имеют ввиду по поводу лакокрасочная тема вот это все все обзорщики в один кто-то сказал и понеслась не знаю лакокрасочная эти какая нафиг лакокрасочная тема ну я понимаю в принципе о чем они говорят так как лаком чуть-чуть отдает но это настолько мне кажется разные вещи то есть лак это лак это химозность какая-то ацетонность ну такое но с одной стороны приятный запада с другой стороны ты понимаешь что это но не искусственная а тут натуральная все обалденный вот этот вкус аромат я не знаю какой сироп сиропный то есть вы понимаете очень сладкий напиток бурбон они все такие по сравнению с виски по крайней мере и виски и сладки но бурбона в большинстве своем намного слаще такой десертик сиропчик какая-то как выпечка вот чем-то политый пончик может быть не за глазурью какой-то каждый для себя находит что-то свое поэтому шикарно обалденный ароматные здесь на пряные с такими специями легкоперечными с вот этим вот приятным табачным ароматом и дубильными тонами они все-таки мне кажется чуть меньше тут чем в бреде сейчас мы попробуем его решим но тем не менее очень приятный бурбон ну и если кому-то крепко можете добавить водички знаете я вообще такую тему видел не помню рассказывал своих обзорах или нет какой-то фильм смотрел ну именно документальный фильм то ли про ирландский то ли про шотландский виски в ирландии не были да там уж нос в общем и там показывали как этот телеведущий заходил в дом кому-то его пригласили жители на ирландии которые пьют каждый мир сказать виски они наливали у него попер стаканы чтобы понимали такие большие высокие стаканы тонкие как у нас сок снег пью да или наливали полстакана ну чуть меньше там четверть стакана виски и четверть стакана воды представьте то есть он брал это клюпа у меня ведь кровь в глаз не полилась думаю ну как так можно ё-моё это что ты там подпьешь это то же самое не знаю сколько колой разбавить коньяк хеннесси иксо блин ну просто для меня это мрак зачем ему пить зачем тогда извращаться если тебе надо не крепкий напиток блин вина выпили пиво ну блин он же не просто так создавался там 40 градусов или 50 градусов ну ладно это другая тема в общем обалденный бурбончик ваше здоровье не стану стакан мыть так как сюда будем наливать эту же фирму собственно вот у нас этот как вы видите хороший хороший крепкий но приятный очень ну давайте попробуем сравним его с вот этим вот шедевром кстати по цене постоянно на него уже в течение на месяца 5 скидки поэтому ребята если видите хватайте вы то хватайте у меня полгода стоит на обалденная вещь просто просто обалденно посмотрите только чего стоит бутылка пробка ё-моё деревянная пробка сверху дерево тут прокладет тут горлышко я уже говорил как в старых американских фильмах не только такое видел про дикий запад в общем шикарный бурбончик его налью совсем чуть-чуть чисто вспомнить так как во первых вон крепкий как вы понимаете во вторых не хочется напиваться сколько на 58 и 4 алкоголя 116 пруков на секундочку кстати ценника нет цвет такой же на цвет такой же плюс-минус или нет не наверно все таки да наверное все таки давайте в бутылках оценим смотрите какой цвет тут а какой тут не знаю видно на фотографии на видео будет или нет мне кажется тут темнее чуть-чуть ну может быть только кажется в общем пара ароматики на нос что у нас тут вот узнаете чем он отличается вот как по мне ну понятно что он чуть спиртуознее слегка как бы на 8 на 10 градусов почти на 9 градусов все-таки крепче он какой-то отборе более благородный знаете вот он действительно кайфовый такой как хороший односолодовый выдержанный виски вот это вот я что могу сказать поэтому бурбон еще что мне нравится бурбонах то что они со временем он стоял полгода уже блин виски неделю постоит все вкус совершенно другу некоторые меняют просто вкус переобувается так сказать по-другому начинать отдавать свой аромат и вкус но как правило это не сопоставим с тем что было при открытии бутылки а вот бурбон он остается до конца такой такой какой и был при начальном пипи употребление давайте попробуем на запах все то же самое но более благородный более дубильные тона то есть выдержка больше чувствуется и ну помягче как бы я и в видео в обзоре говорил если помните что я вдыхал полным носом и вообще не слышал его спиртуозности этот вот по спиртуозный был который мы сегодня обозреваем это шедевр ребята это шедевр еще раз повторю если у вас он есть на полках по скидке берите берите не ни о чем не думайте это ну обалденная вещь просто обалденно он стоит уже сколько блин 60 градусов чуть-чуть попьете его хватает короче о чем говорить видите берите так ну и давайте сравним вот с таким вот уже поломанная пробка наполовину я сломал там плавая чуть-чуть но есть у меня другая будем менять это именно ржаной ну как бы он не совсем ржаной он тут большая большое содержание спиртов из-за ржи по цвету он плюс-минус такой же как и рэбрид а по вкусу я помню он очень нежный такой шелковистый и самый сладкий был из них до запах такой приятный запах тоже ближе вот к рэбриду такой очень легкий хотя бы разница офигеть 20 градусов шикарно давайте на вкус да ну это конечно как водичка после этих двух ребят первых как водичка not not разница есть мне кажется есть вот этот вкус ржи запахи он не так сильно присутствует но во вкусе на интересный вариант но не скажу что он самый лучший все таки как для меня мы поставим расставим среди 81 сразу скажу пробовать не буду это я так понимаю тот же самый 101 но обычной крепости поэтому смысла нету что мы значит поставим на первом месте на первом месте все-таки этот безусловно это шедевр я считаю из бурбонов я конечно не так много их пробовал но пока для меня это просто нам был он дальше идет вот этот вот отличный пряный достаточно крепкий такой мужской в принципе любой бурбон он несмотря на свою сладость вот эту да какую-то такую ну не то что легкость а какой-то десертность да вот такое как я повторюсь как будто ликерчик какого-то или десертика съел или выпил это мужской напиток это мужской напиток поэтому 50 градусов тоже второе место ему однозначно ну и третье место ржаному тоже неплохой бурбончик вкусные мягкие вот если хочется мягенького такого одни не сильно крепкого сладенького то вот это ваша вещь ну либо 81 вот этот обычный который сто первый у меня так что ребятки берите бурбоны я думаю многим они нравятся но им как мне один написал мой подписчик говорит что до после бурбонов виски вообще кажется безвкусной какой-то ерундой это частично так и есть потому что настолько насыщенный аромат и вкус я повторюсь да у нее такой многогранный да он такой попроще ну блин обалденный такой был обзорчик ребятушки спасибо что подписываетесь ставьте лайки всем удачи чао